Девушки отдыхают Канск отметил День России. На главной площади города состоялось празднование, а в торжественной обстановке юным канцам вручили паспорта. В гости к вам приехало более 200 участников, которые порадуют ваших жителей своим творчеством и мастерством. Также в минувшие выходные в Канске состоялся Всероссийский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия» с участием лучших коллективов Сибирского федерального округа. Мы работаем, у нас все получится и получается. Поэтому это праздник для нас особый. Я бы хотел поздравить всех сельчан с хорошим и красивым праздником. Жители Оставьевки отпраздновали День села. На протяжении дня работали развлекательные площадки. Сельхозпредприятие Тайнинское организовало для сельчан концерт. И теперь обо всем подробнее. 12 июня вся страна отметила важный государственный праздник – День России. В минувшую пятницу по всей стране проходили мероприятия для граждан всех возрастов. О том, как отпраздновали День России к канце, расскажет наш корреспондент Ольга Величко. Празднование Дня России в нашем городе началось с торжественного открытия необычной выставки. В холле торгово-развлекательного комплекса «Порт Артур» расположилась экспозиция «Любовь художника», где представлено 10 постеров с изображением городских пейзажей красноярского художника Бориса Ряузова. Выставка, созданная специально для Каннска в рамках проекта «Культурная столица», открыта в таком людном месте, чтобы каждый мог прикоснуться к искусству. Мы призываем жителей Каннска внимательно смотреться в улицы, в дома, в пейзажи, находить любимые уголки, любоваться ими и делиться своими впечатлениями с окружающими. Красный – мужество, синий – верность, белый – благородство. Под бело-синим красным знаменем русские солдаты защищают свою землю. Под бело-синим красным флагом живет наша страна. На площади Коростелева развернулись праздничные гуляния. В торжественной обстановке глава города Надежда Качан поздравила жителей Каннска с праздником и вручила паспорта юным гражданам. Я вас поздравляю с нашим хорошим праздником и призываю к тому, чтобы каждый из вас вокруг себя создавал тот уют, которым мы могли бы потом в нашем городе в целом гордиться. С праздником, дорогие друзья! Счастья, здоровья, успехов вам и нашей малой родине! Сегодня День России становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей родины. Это праздник свободы, мира и согласия. И большой концерт на площади Коростелева, подготовленный силами городского Дома культуры, был пронизан национальными мотивами и патриотизмом. Зрителями этого яркого действа стали тысячи каннцев, искренне любящих свой город. Для города это большой праздник. Сегодня смотрю очень много молодежи и очень много детей, для которых этот праздник для них – это большой плюс в их жизни, в дальнейшей. Ну, побольше бы таких праздников у нас в городе. Именно таких вот, именно связанных с патриотикой. Большим подарком для каннцев стал приезд гостей из Красноярска. Ведь благодаря им и площади жители города в прямом смысле окрасились яркими красками. Мы приехали из Красноярска художного училища и на ваш праздник, потому что в этом году культурная столица Красноярья является город Канск, поэтому мы посетили ваш город и проводим акцию «Сибирский Арбат». Мы привезли работы наших выпускников и студентов нашего училища. На Сибирском Арбате было представлено 17 работ студентов и выпускников Суриковского училища, среди которых и каннские ребята. Специально для учеников нашей художественной школы красноярские гости провели мастер-класс по акварели и конкурс «Этот город мне знаком». Любой желающий мог поучаствовать в конкурсе меловых рисунков. Также студенты Суриковского училища делали аквагрим юным канцам и рисовали портреты горожан. Каждый, я думаю, является патриотом своей страны. Конечно, вот у меня, если честно, брат, вот он не очень любит Россию, он собрался жить в Америке, но я что-то не такой, и мне здесь нравится. Я люблю Россию. Для многих этот день стал поводом осознать, чего наша страна добилась за минувшее время. И многие горожане отмечают, в День России они чувствуют невероятное единение со всей страной. Я хотела бы пожелать, чтобы она, как в этом году стала, везде была первой. Очень было приятно за Олимпиаду, Паралимпиаду и так далее, чтобы мы всегда были быстрее, выше, сильнее и только лучше. Масштабный праздник стал не только еще одним выходным, но и позволил понять, насколько обширна, многонациональна, сильна и дружна наша страна. Ольга Величко, Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Праздник – это не только повод для отдыха, но и возможность сделать подарок своему городу. Так решили волонтеры партии «Справедливая Россия», которые 12 июня высадили сотни цветов на клумбах в центре Каннска. Подробнее расскажет Наталья Никонова. Как известно, хочешь изменить мир – начни с себя. Хочешь жить в красивом городе – посади в нем хотя бы одно дерево или один цветок. И в День России именно по этому пути пошли волонтеры партии «Справедливая Россия». Они высадили сотни саженцев цветов на клумбах перед физкультурно-оздоровительным комплексом «Дельфин». Яркие цинии и питуньи украсили клумбы общей площадью более 100 квадратных метров благодаря акции волонтеров партии «Справедливая Россия». В праздничный день, когда большинство каннцев отдыхало, молодежь во главе с председателем Каннского отделения партии Сергеем Брусниковым решила преподнести городу такой подарок. Мы очень любим наш город, и поэтому делаем достойный вклад в озеленение. И сейчас мы сажаем цветы около физкультурно-оздоровительного центра «Дельфин». Мы очень гордимся нашим городом и хотим делать его красивым. По словам организаторов, такие акции – это и достойный вклад в благоустройство города, и прекрасная возможность объединить молодежь общим позитивным делом. Созидание на благо своей большой и малой родины. Эта идея особенно актуальна в национальный праздник. Этот праздник особенный для нас, потому что мы сегодня живем в очень сильном государстве, которое объединилось, имеет национальную идею, живет, развивается. Поэтому с праздником, всем я к вам благополучия, здоровья и с праздником еще раз. Праздничное настроение волонтеров передавалось и всем прохожим. Участники акции надеются, что их работа станет примером и для других общественных организаций, которые также внесут свою лепту в озеленение города, благодаря чему Канск станет еще более ярким и привлекательным. Наталья Никонова, Вячеслав Морозов. Телекомпания «Канск. Пятый канал». Остались недовольны проведенным ремонтом. На улице Красноярской, 33, где в конце мая произошло обрушение внешней стены дома, провели восстановительные работы. Однако данный факт привел к конфликту жилищников и собственников двухэтажки. В чем причина, узнаем в сюжете далее. Напомним, обрушение части стены перед входом в подъезд двухэтажного дома произошло 29 мая. Но повреждения оказались некритичными. Жильцов дома не расселили. Чтобы устранить последствия обрушения и восстановить прежний облик здания, руководство предприятия «Красноярский энергосбыт» несколько раз выходило к жильцам с инициативой организовать собрание. Однако всех собственников собрать не удалось. Тогда организация, которая обслуживает дом, самостоятельно решила провести восстановительные работы. Когда мы приступили к работам по восстановлению стены, жильцы нам просто мешали. Они вызвали милицию, блокировали выполнение ремонтных работ постоянно. Надеясь на то, что если мы это выполним, у них не будет произведено расселение. Мы им объясняли, что согласно законодательству обратитесь в экспертную строительную фирму, которая даст заключение о состоянии вашего дома. И после этого обращайтесь в администрацию, которая на комиссии признает дом аварийным. На сегодняшний день дом не аварийный. Работы жилищники оценили в 15 тысяч рублей. Эти деньги они внесли в счет за обслуживание дома и распределили между всеми собственниками. Такое самовольное решение возмутило большинство квартировладельцев. Вы рады, что вас сделали здесь ремонт за день? Нет, нет, не рады. Почему? Ну, он весь сыпется. Как? А сделали в другом месте, а сыпется все равно. Там вот это вот за день, вот это вот все, вот над этим. Оно все вылетит, вот вместе с вот этими окном все выпадет. А скажите, какой бы вы видели вариант развития события? Ну, только признать аварийным. Однако признание дома аварийным – процедура не одного дня и может затянуться на годы. Получается, что владельцы квартир по собственному желанию готовы жить в полуразрушенном здании. Восстановление дома, как таковое, им не нужно. Теперь у них есть возможность обжаловать решение Красноярска энергосбыта провести ремонт, либо согласиться с оплатой суммы в квитанциях. На сегодняшний день промедление действий, а любое выставление счетов мы воспринимаем категорично против. Если мне плюсом лишний рубль выставляют, я готов долго обсуждать, как-то, скажем так, выносить на общее осуждение. Я думаю, что управляющая компания сделала правильно и оперативно, заложила. А потом проверять этот сметный расчет, пожалуйста, кто следующий в расшифровке этой сметы, пускай проверяет. Если увидят, что цена вопроса завышена, это имеет место обсуждать. Но после того, как уже сделано, после того, как это нечрезвычайно, этот инцидент устранен. Аналогичным образом в компании Красноярска энергосбыт собираются решить вопросы с обрушением второй стены здания дома. Жилищники взяли неделю, чтобы понаблюдать за ситуацией. Если она останется без изменений, то тут также проведут восстановительные работы. А право жильцов – собраться коллективно и обсудить расходы на восстановление. Или ждать новых квитанций с новыми суммами и обращаться после этого в суд. Самые талантливые и инициативные школьники Канска получили признание на уровне города. В минувший четверг на сцене детской художественной школы состоялось вручение премии главы Канска. К сожалению, сама Надежда Качан в столь важный для ребят момент присутствовать не смогла. Дипломы и денежные премии номинанты получали из рук заместителя главы по социальным вопросам Натальи Князевой. Тему продолжит Анастасия Козлова. В Канске очень много одаренных ребят. Но участие в конкурсе на получение премии главы города приняли только 47 школьников. Их кандидатуры были выдвинуты совместным решением педагогического, родительского и попечительского советов общеобразовательных учреждений по итогам учебного года. Специально созданной комиссией предстояло выбрать лучших из лучших. Ими были признаны 20 претендентов. Достаточно были серьезные материалы. Трудно было комиссии в этом году. Работать очень требовательно. И мы относились, и ребята подошли к формированию своих пакетов очень серьезно. Поэтому было работать на самом деле достаточно приятно. Достижения школьников были разделены по четырем номинациям. Научно-техническое творчество и ученическо-исследовательская деятельность. Спортивные достижения. Художественное творчество. Социально значимая и общественная деятельность. В последней безоговорочным лидером была признана Дарья Храмочкина. Девушка является инициатором проектов и мероприятий не только в своей школе, но и в городе. Одна из руководителей общества помощи бездомным животным «Мохнатые друзья». Это дополнительный стимул. Хочется больше расти, развиваться. Хочется достигать новых высот. Для таких дел, такие премии очень важны. Если у этих ребят отличает безграничная доброта и самоотдача, то участники номинации «Художественное творчество» еще, ко всему прочему, имеют свободное воображение, широкий кругозор и стремление к всестороннему познанию мира. Многих этих девушек и парней мы видели выступающими на сцене в рамках городских мероприятий. Я, конечно, очень ждала номинации. Умывалась, думала, пройду, не пройду. Все-таки потом обрадовали меня. Но для меня очень много значений, потому что, получается, не зря работала. Все достижения были не зря. Победители конкурса получили диплом и денежную премию. По сравнению с прошлым годом ее размер не изменился – 3000 рублей. На что потратить эти деньги в дни летних каникул ребята найдут без проблем. Анастасия Козлова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. Сюжет о самых ярких моментах Всероссийского фестиваля национальных культур «Я люблю тебя, Россия», который накануне прошел в Канске. О том, как Оставьевка отпраздновала День села, а также предварительный прогноз погоды на неделю. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грандиозное музыкальное шоу в сибирской Венеции. 9 июня новые песни и знаменитые хиты от группы «Би-2». 19 июня неподражаемая «Анни Лорак». Подробная информация по телефону 8 800 250 45 11 и на сайте sibian.ru. Домашний уют у каждого свой. Создавать его всегда легко и приятно с компанией «Евродекор». Подарите своему дому неповторимость и комфорт. Вместе с нами «Евродекор». Тепло и уют в вашем доме. Канск сегодня – это плохие дороги. Проблемы ЖКХ. Развал предприятий. Безработица. Каким город будет завтра? Канск-2020. Территория опережающего развития. Наше будущее зависит от нас. Территория опережающего развития. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Всероссийский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия» с участием лучших коллективов Сибирского федерального округа прошел минувшие выходные в Канске. Это событие стало возможным благодаря тому, что в 2015 году наш город является культурной столицей Красноярья. На фестивале побывала наш корреспондент Татьяна Лиссагор. Фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия» прошел в Канске. В этом году он носит статус Всероссийского. В концерте на главной площади города приняли участие лучшие вокальные и танцевальные коллективы Сибирского федерального округа и территории Европейской части России. Лауреаты, дипломаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Многие коллективы являются ежегодными участниками этого события, а для кого-то оно в новинку. Ансамбль «Жарки» из Братска – дебютант фестиваля. Его участники рады на других посмотреть и себя показать, а также выразить свою любовь к родине. Вообще, я считаю, что Россия – это самая лучшая страна, самая могучая, все могущие, можно так сказать. Я патриотка своей родины, я люблю свою родину, я очень горжусь ей. Открытие фестиваля традиционно прошло в День России в Красноярске, после чего мероприятие приехало в Канск, к культурную столицу Красноярия. Творческие коллективы из пяти субъектов Российской Федерации, Томска и Иркутской областей, Республики Хакасия, Красноярского края и Венкии представили канским зрителям самобытное творчество народов страны и высказали свои теплые слова о многонациональной родине. Много чего можно сказать о России, то есть, что она большая, наша территория, это столько народов, столько проживает, столько людей. Мы столько добились, наша страна. Мне кажется, это самая сильная страна из всех. Я люблю Россию. Фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия» в этом году юбилейный. Создание единого национально-культурного пространства края – одна из целей мероприятия и всех, кто в нем участвует на протяжении 10 лет. В гости к вам приехало более 200 участников, которые порадуют ваших жителей своим творчеством и мастерством. А цель нашего фестиваля – это одна. Это дружба между народами, это сохранение национальных традиций, это толерантность, взаимодействие, знакомство, то есть, обмен опытом. Все это ради мира, ради счастья на Земле. Жители города не только могли насладиться выступлением вокальных, хореографических и инструментальных коллективов, но и приобрести сувениры на ярмарке прикладного искусства. Свои живописные прилавки с сувенирами, украшениями и прочими удивительными изделиями представили мастера декоративно-прикладного творчества Каннского клуба «Горница», которые, к слову, стали лауреатами фестиваля. У нас вышли 12 мастеров, которые показали свои работы, как они работают в разных техниках. Сделали подарки для наших гостей. Им очень понравилась эта выставка. Получили много теплых, хороших слов. Наряду с празднованием Дня России прошедший фестиваль стал подтверждением единства нашей многонациональной страны. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. А в Астафьевке в минувшие выходные прошел День села. Этот праздник объединил несколько важных поводов. День России и так называемые отсевки. Успешное завершение посевной кампании. Масштаб народных гуляний оценила наша съемочная группа. День села в Астафьевке мероприятие традиционное, куда приходят и стар, и млад. Здесь организуют концерты и развлекательные площадки. Проводятся так любимые сельчанами спортивно-конные соревнования. Ну а главное – это подведение итогов уже отшумевшей посевной и награждение лучших аграриев. Мы ежегодно проводим праздник для того, чтобы помнить, понимать, что мы всегда хотим работать, мы работаем, у нас все получится и получается. Поэтому этот праздник для нас особенный. Я бы хотел поздравить всех сельчан с хорошим и красивым праздником. ООО «Тайнинская» – это мощное сельхозпредприятие, объединяющее три села и сотни жителей, горячо любящих и свою малую родину, и свою работу. Это подтверждают высокие результаты каждодневного кропотливого труда. Мы сейчас отработали прекрасно, хотя в тяжелой, лещих, экономических условиях. Не было ни одного срыва. По производственной такой технологии вложились во все агрономические сроки, хорошие агрономические сроки. Тут слияние инженерной и агрономической службы сказались. И огромное спасибо нашим людям, механизаторам, которые работали день и ночь. Достойный труд должен быть достойно вознагражден. И здесь, на главной сцене, почетные грамоты и денежные премии получили лучшие работники хозяйства. Как признаются сами аграрии, только честное отношение к своему делу позволяет добиваться высоких результатов. Мы каждый год стараемся, работаем, техника идет. Моя любимая работа в трассе, я механизатор. Отец у меня будет, я работаю, я пошел по его наступал. На праздник в Астафьевку всегда приезжает много гостей. Это и представители администрации района, и бизнес-партнеры, и жители соседних хозяйств. И все отмечают, что атмосфера здесь необычайно дружественная и искренняя. Возможно, в этом и сокрыт еще один секрет успешности сельхозпредприятия. Туава Тайнинская – одно из лучших предприятий Каннского района. Здесь работают добросовестные, честные труженики, те, кто любит землю. Потому что, ну, те, кто не любил землю, они уже уехали. Остались преданные своему делу люди. Долгие годы непременным атрибутом празднования Дня села в Астафьевке являются конные скачки. Для конюхов это шанс показать свое мастерство и получить за это солидные призы. А для жителей – насладиться невероятно азартным и красочным зрелищем. Но организаторы приготовили для сельчан и другие развлечения. Концерт местных творческих коллективов, детские игровые площадки, конкурс по дворе с множеством угощений. Одним из самых ярких подарков стало выступление красноярской группы «Крем-брюле», исполнившей песни, знакомые каждому. Леонид Юрков, Наталья Никонова и Вячеслав Морозов. Телекомпания «Канск». Синоптики обещают дождливую неделю. Наступившая неделя в Канске будет преимущественно дождливой, а температура воздуха будет колебаться от плюс 20 до 32 градусов. Сегодня в течение дня в городе было до плюс 30. Ясно. Однако уже во вторник вместе с дождем придет прохлада. По данным метеорологов, днем будет около плюс 24. Примерно такая же погода сохранится и в следующие два дня. При этом портал gismeteo.ru даже прогнозирует понижение до плюс 17 градусов. В пятницу в городе заметно потеплеет. Дожди не прекратятся, но воздух прогреется до плюс 28. В субботу и воскресенье будет еще жарче. В первый выходной ожидается плюс 28. Во второй – плюс 32. Подробный прогноз погоды на вторник завершит выпуск. А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте. Не забывайте, заходите на нашу страничку ВКонтакте. С вами была Ольга Волокжина. Всего доброго и до встречи. Редактор субботников Редактор субботников Редактор субботников